Это замороженные яйцеклетки морского ежа. В них содержится необходимый фермент или по-другому вещество, грамотно применив которое, как раз и можно узнать уровень загрязнения воды. Но для начала вещество нужно из этой массы извлечь. Для этого оранжевой субстанции придется проделать долгий путь. Все вещества, которые могут быть нам интересны, полезны, они находятся внутри клеток и чтобы дальше с ними работать, мы должны их разбить. Если сравнить с бытовыми предметами, этот аппарат действует как блендер. Он измельчает яйцеклетки. Но это не все. После измельчения продукт надо разделить. Это происходит в автоматическом режиме. Для этого нужны хроматографы. У нас есть представлены несколько хроматографов здесь в ряд. Можем поделить этот гомогенат на различные фракции для выделения чистого фермента, для его изучения. Оба этих процесса занимают несколько часов, а вот дальше дело за малым. Каплю полученного фермента добавляют в морскую воду и смотрят за реакцией. В чистой воде вещество остается активным и поэтому окрашивает содержимое пробирки в желтый цвет. Если реакция не идет, жидкость не меняет цвет, то есть какие-то загрязняющие вещества. Кстати, такая проверка распространяется не только на морскую, но и на воду из-под крана. Правда, сейчас тестирование можно провести только в лабораторных условиях, но у ученых уже есть идея, как вывести ее за пределы университета. Биологи создали что-то вроде таблеток с добавлением фермента. Опустив ее в воду, можно самостоятельно узнать о наличии загрязнения. Поэтому, если появится инвестор, который согласен будет дать деньги на продолжение разработки, то мы продолжим в этом направлении работать. Правда, есть одна оговорка. Ученые больше теоретики, а не практики. Поэтому они не могут ответить на вопрос, чем конкретно загрязнена вода и как это исправить. Но свою технологию ученые запатентовали. Над открытием они планируют работать и дальше и надеются, что их разработка пригодится людям. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.